Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли. Смотри, что под нашим роликом написали. Ну, хоть что-то бесплатное покажете, а то, блядь, за один видос вы не получите 16 тысяч. У меня печатного станка нет, а всем только деньги подавай. Совсем уже охуели со своими деньгами. Смотри, это пишут на ютубе, где все материалы бесплатно в открытом доступе. И их безумное количество. Вот последние люди, которые к нам обращались на консультации, это люди, которые по году-два занимались полностью по нашим материалам бесплатно сами. И они пришли к тому, что они уже осознанно пришли на консультацию. В принципе, то, что мы и хотели, чтобы у нас так было. Да, подготовлены. Подготовлены. И тогда ты можешь человеку объяснять, и он тогда слышит тебя, и он меняется, и у него жизнь меняется. И тогда процесс идет быстро. А не так, что ты долбишься, 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 как тут дядь лик по дереву. А все в пустоту, потому что человек просто с пробками в ушах тебя не слышит. И он ждет от себя волшебной палочки и чудо-перемет. Потому что он видит волшебную палочку, а не знает, что до этой волшебной палочки должно произойти. И видит, что еще, и деньги еще видит. Так вот, понимаешь, с этими деньгами, я же там, ты если ниже посмотришь, да, там у меня очень жесткий ответ на это дело. Дай говна, дай ложку. Куча материала написала в бесплатном открытом. Да, на самом же деле. На самом деле очень много. Но смотри, как идет обесценивание. Вот я, когда писала ответ, я понимала, что надо очень больно ударить, чтобы человека остановить. То есть, если человек всегда так, и он вынесен вперед. Вон там где-то лучшее, вон там где-то, вон там где-то. Это зависть и это жадность. Это сейчас то, что переполняет наше общество, и то, что ведет к войнам и к разрушениям. Это то, что мы наблюдаем сейчас в обществе. Жадность и зависть. Жадность и зависть. И это настолько очевидно. И это вынос. А это вынос на чем? Это вынос ответственности. Это прикрытие деньгами. Но ведь на этом человек на зависти и жадности он никогда не будет зарабатывать, не сможет зарабатывать. Почему? Потому что будет лень и будет ступор. Ай, все равно мне ничего не получится. Это твари, они такие, они сякие. Он тут же найдет себе авторитетов, которые украли, которые добились всего, им на халяву пришло, им по наследству перепало, в лотерею выиграли. И он при этом их обесценит. То есть он оправдает. Он уже изначально их обесценивает, когда выносит. Он оправдывает свое бездействие. И этих людей он сразу зачисляет в лик плохих. Да, сразу, автоматически. И все это уже не его окружение. Его окружением становятся хромые, убогие, ленивые, жирные, больные и так далее. И потом, а чего ж это я тону в говне? Ну так ты же отфильтровал то, что можно есть, и оставил себе не вершки, а корешки от пшеницы. Помнишь, как в этой детской сказке? Да, да, да. И вот я когда смотрю, вот этот вынос всегда на зависти и на жадности, а именно он сейчас двигает общество. Вот это последствия создания объективной реальности. Вот это последствия научного коммунизма. Вот это последствия безответственности. Да, и неблагодарности. И неблагодарности. Потому что любое обесценивание, оно всегда на неблагодарности. Хотя этот человек потом написал внизу, что я на стримах вас благодарила, автоматическое спасибо – это не искренняя благодарность. Когда ты искренне благодарен, ты не будешь вот такое вот писать и ругаться матом. Не будешь. Потому что ты искренне благодарен человеку. Такое это будет только тогда, когда человек первоначально выносит ответственность то, что ты сказала. То есть делает кого-то авторитетом. А, соответственно, этот авторитет у него тут же становится… Ну, кумира надо развенчать. Развенчать, да. И все. И поэтому, если кумир не дает ему то, что он себе этот человек, который сделал себе кумира, когда нафантазировал, то автоматически кумир становится плохим. На него же и выносятся все грехи. Ну, так так и распяли Иисуса Христа. Да. Так и распяли. Так, а при этом смотри, сколько материала, сколько материала, которого… Ну, просто вот ты даже время хотя бы на это удели. Там очень много надо времени, чтобы пройти материал весь, который в бесплатном, да. А человек уже это обесценил. Смотри, куда он смотрит. Он не смотрит на то, что есть уже в доступе, да. Потому что там кто-то… Он говорит, туда, туда, он туда. Там лучше. Понимаешь? Там лучше. А дай ему еще дальше бесплатно. Он будет это обесценить и дальше смотреть. Там дальше. Там дальше дай. Дай еще. Это смотри. Дай говна, дай ложку. Дай еще. Дай еще. Вот он ожатый. И зависимость, зависание, да. Но видишь, какое дело. К тому же иллюзионисту, чтобы прийти. Вот мы сейчас начали вычитывать иллюзиониста. И первое. Первые главы и первое вступление. Во-первых, предупреждение о том, что, ребята, так или иначе все остальные книги прочесть придется. И пока вы не выстроите парадоксальное восприятие, иллюзионист для вас закрыт. И книга начинается с чего? Начинается с практики. Зеркало, как я изменился, проявился и так далее в описанном варианте. Там целых 60 страниц будет посвящено этим практикам. Зачем? Вот, казалось бы, зачем мы такие тупые в самую крутую, самую полную книгу по созданию реальности? Берем и вставляем эти практики. Вот для вот таких вот умных, которые всегда... А-а-а! Дай говна, дай ложку. Для вас, дорогие. Потому что вы пропустили. Вы бриллианты лычами зарыли и затоптали в грязь. Это, знаешь, как видеть, что у соседа за забором, а у себя ничего не видеть. Это вот об этом. И смотреть, кстати, вот прям полностью, что сейчас и происходит. Да. На самом деле. У соседа вот, знаешь, зависть, что у соседа, а ты у себя сделай. Нет, это обесценено. Это обесценено. Ее обесценено. А вот у соседа, о, там отдай. 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 Конкретно. Ты, знаешь, смотри, вот зависть и жадность. Вот в чистом виде. Да? Так смотри, во всех слоях общества сейчас это прошито. Вот возьми те же самые студенты. Те же самые школьники, выпускники. Как рассказывают, куда поступать? Вот вы же, наверное, тоже обсуждали. Или вот как у моего старшего, у среднего сына. Куда пойти работать? Где распределяться? Ой, что ты в Беларуси ловить будешь? В Польше все айтишники сидят. Вот там хорошо. Хорошо там, где нас нет. Вашу ж мать, делайте так хорошо там, где вы есть. Вы убегаете от себя. Там, где я, там и счастье. Там, где я, там и солнце. Там, где я, там и деньги. Да. Вот оно. Там, где я, там и любовь. Вот оно выстраивание. Они, ааа, там. Это так же, знаешь, как, ну, в будущем мы будем такими-то, да. Построим светлое будущее коммунизма. Да, или наоборот. Ой, будущее у нас страшное, да. И туманное. И туманное. Ты здесь смотри. Ты уже здесь и сейчас создавай. Создавай. И ты создаешь туманное или светлое. Что ты выбираешь, да. Что ты выбираешь, да. А ты уже закидываешь. А если ты его там создаешь. Это так же, как кто-то, да. А это так же, как кто-то за забор соседа посмотрит, скажет, ааа, такой сякой, вот у него там грязь, да. А кто-то посмотрит за забор и скажет, красиво там, да. То есть один и тот же сосед будет, да. Но при этом все равно и тот, и тот случай ты забыл про себя, если ты там завис у соседа. Да. А у тебя на участке тебя нету. Да. Ты свой создай, свою красоту чуть не смотри. Вот это прямо от этого точно. И при этом, если этому человеку сказать, дорогой, это зависть. Ты завис. Ты завис на соседе. О, да. Какая же зависть. Белая. Или черная. Слушай, вообще десятку. Вообще вот просто. Смотри. Смотри, да. Опять беленькая, черненькая появилась. Ну да. Смотри, как. Да, игра сразу. И точно так же жадность. Да, по-белой. Ты знаешь, насчет жадности, это вообще такая тема интересная. Я когда-то по молодости, там, за мной пытался клеить ласты один немец. И он был вот жадный до безобразия. Но при этом его, его же местные соплеменники говорили о нем очень высокодуховно. Они назвали, он же Шпарзам. Это экономный. Или, как сейчас говорили в Беларуси, говорили, рачительный хозяин, да. Рачительный. Смотри. Рачок такой. Ага. Ага. Прижимистый. Хозяйственный. Такой домовенокузя. Сейчас, вперед, два назад. Ой, как, вперед, два назад. А на самом деле жадный. Жадный. Правильно сказать, жадный, рачитель. Жадный. Да. Жадный. Ты не можешь проститься со старыми вещами. Ты не можешь проститься со старыми привычками. Ты не можешь ни отпустить, ни принять. Ты уже забил себя мусором таким образом, что уже все, не справляется твое тело. А вот ты потом и болеешь от своей жадности. И точно так же информационный мусор. Ты посмотри. Даже возьми наш чат мам. Мамы вообще молодцы. И мне нравятся мамы, которые появляются материалы. Сейчас не так много материалов появляется. Но разумность очень высокая. И вот смотри. У мам появляется возможность. Вот инфодайинг же практически. Читай, изучай. Можешь задать нам любой вопрос, ты всегда получишь 100% полностью развернутый ответ. Все возможности. Но человек садится на то, что он добавляет психологию. Он начинает играть в психологию. А зачем, казалось бы? Ну как же, я прошла этот путь? Прошла. Я теперь могу это перепродать? Могу. Я теперь могу на этом зарабатывать? Могу. Я никому не признаюсь об этом. И даже, ты знаешь, вот я получила письмо от одной мамы. И меня оно очень сильно улыбнуло. Я была ей благодарна за это письмо. Когда она написала, что люди даже вот... Создается ресурс, например. Местный, свой психологический. Где люди продвигают себя, уже свои психологические услуги мамы. Не, мы инфодайминг не будем упоминать. А почему? Нет, надо ориентироваться на психологию. Это правильно и так далее. При этом вся психотехническая база инфодайминга. Да, да, да. И потом, ребят, ну так давайте поговорим о том, уйдет у вас окончательная болезнь или не уйдет. Оно уйдет с моментом, когда вы перестанете лгать сами себе. А здесь ваша ложь цепляется за жадность, тупо за жадность. И вы в зеркале видите нас жадными. Нет. И вы при этом обесцениваете. Нет. На самом деле, вот я когда вот эти вещи осознаю, я... Вот каждый раз, мы уже с тобой записывали один подкаст, где говорили, а надо ли помогать. И когда я вижу вот эти вещи, я останавливаюсь и задаю вопрос, а надо ли выкладывать в открытый доступ? Надо ли? Ведь оно будет затоптано и обесценено. Не мечите бисер. Не мечите бисер. Вот опять вопрос для тех, кто будет смотреть. А надо ли выкладывать столько материала в открытый доступ? По сути дела, мы же раскладываем очень много моментов, даже когда отвечаем на вопросы, очень глубоко раскладываем. Даже в книгах таких материалов нету иногда, которые вы встретите в стримах. Как написала одна девушка, психолог, тоже ей благодарна. Она написала, что она просматривает наш стрим, и по нашему стриму иногда получается сделать либо большую лекцию, либо целый курс, который она потом продает под гидой психологии. Ну, то есть человек, который ищет какую-то фишку, новинку, которую нету ни у кого. Можно перечитать кучу американской литературы, но уже она вся перечитана, и она уже вся перепродана. И теперь она нашла источником, и она прислала за это благодарность. Она прислала благодарность, что мы помогаем человеку. Но при этом это все равно идет под гидой психологии. Но в психологии никогда не было того, что мы говорим, мы очень часто противоречим канонам психологии. Но при этом это фишки, которые продаются. Но, во всяком случае, у человека, даже при том, что нет упоминания инфодайинга, есть благодарность, и она смогла написать. Понимание благодарности уже есть. И она смогла это написать, выразить словами, что человек использует наши материалы для того, чтобы конкретно стримы, не что-то, конкретно стримы, не надо далеко ходить. И поэтому вот я, когда увидела вот это на Ютубе, у меня сперва такой шок. Потом я настраиваюсь на человека и понимаю, человек находится в состоянии, дай говна, дай ложку. И это состояние надо четко... Вот если ты в этот момент четко так хлопь человека и схлопну, привел в точку, так глаза расширились. И в какой-то момент так мозг включается. Блин, так я же сейчас же сигаю. А зачем? Ведь я же сейчас делаю глупость. Зачем? Я же сейчас отказываюсь, опять-таки. Там, по-моему, ей писали, что отказывается как раз, выгоняя из своего общества тех, кто обеспечен, потому что они, казалось, ты же становишься в разряд бедных, нищих. Ты же себя лишаешь доходов и так далее. Ты себя лишаешь возможностей. Когда ты, да, вот, кстати, убираешь из своего мира людей успешных, людей свободных, ты лишаешь себя и успеха, и свободы. Да. Ты опускаешь себя ниже плинтуса. Это про ценность себя на самом деле. А ценность себя – это всегда про благодарность самому себе. Да. Вот когда человеку скажет, ты обесценил себя, или там проработает ценность себя, человек не понимает, что прорабатывать. Те же самые… Вот скажи про ценность женщинам, которые проходят женские тренинги. Что они пойдут? Накачают сиськи, письки, губы там и так далее. Ну, да. Потому что для них это ценно. Для тех, кто прорабатывает финансовые вопросы, успешность и так далее. Я просто из реальных тренингов беру сейчас информацию, пройденных когда-то. Те будут покупать самую дорогую туалетную бумагу, самый дорогой парфюм, самые дорогие ненужные вещи. Зачем – непонятно. Но при этом они будут убеждены, что именно это сработает на привлечение денег. То есть вот какой-то придурок такой ляпнул, и человек в это верит. И для него это ценность. Но это же не про эту ценность мы говорим. Видишь, какие подмены. Все отвертка, да, а мы-то не про это. Фантики, 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 фантики. И человек привык жрать обертки, не добираясь до конфет. И довольный. И довольный. Нажрался туалетной бумаги, довольный. А потом отрыжка. А потом отрыжка. Капец. Сами себе лжем, сами себя обесцениваем. Просто сами. Все сами себя. При этом на самом же деле, тот материал, который описан в инфодайвинге, который мы говорим, мы нигде его не берем, кроме как себя. Все из себя. Все из себя. Все озарениями. Все. Да. Я в шоке, извини, что перебила. Я в шоке от того, что вот открыв книгу инфодайвинг знания, открыв вот там, где мы даем определение. Да? У меня был шок от того, какие четкие, грамотные, глубокие определения. Глубокие определения. За любой. Душа, структура психики, образующаяся как переотражение информации сути человека и представляющая собой чувственный модуль. Пошло, пошло. Четко, ровненько весь функционал описан. Что, зачем. Не та вода, которая в Википедии и в науке, да? Или в религии тоже. Там просто читаешь, и сути нет. А здесь четко. Сознание, образующее игру субстанции, которая проявляется как состояние, в котором человеку одновременно доступен к осознанию и проявлению он сам, его внутренний, его внешний мир. Инфодайвинг. Конкретно везде я брала определение, которое существует в науке, и определение, которое давал инфодайвинг. Инфодайвинг в трех словах передает суть, суть, суть. Именно все в яблочко. Настолько глубоко. Это ты нигде не сдерешь. Это все изнутри. Это все достали из своей собственной психики. Да, из психики. А психология, она уже давно пережевана. Давно перейдет. Так же, как и Библия. Все переписано. Переврано. Переврано. Все переврано. И поэтому люди, которые используют наши все техники, или наши слова из стримов, и под эгидой психологии, ну, даже вранье. Это на самом деле обман, ложь самого себя. Всегда. Да, то есть это и есть обесцененность, это и есть неблагодарность и обесцененность. Поэтому человек гонится за деньгами, и он их не будет иметь, потому что это морковка для ослов. Да. Потому что он сам находится в искажении. Он не осознает благодарность, он не осознает ту почву, от которой он пытается оттолкнуться. Он ее хает, он ее стесняет. Стесняет. Я аж такой, я умнее И при этом А при этом там Но я не с ними Они сумасшедшие И при этом оттуда Ну вот оно Видишь как Посмотри То же самое ты сейчас видишь На улице, когда с тобой встречаются люди Тебя же узнают на улице И при этом И отлетели И при этом интересно же И вопрос хочется задать И про себя спросить, и про свои болячки В надежде, а вдруг вот сейчас на улице Ты с первым встречным начнешь разговаривать И рассказывать А кто-то побаивается, по-разному Ну, помнишь, как в лифте шарахались Да, да Да, на самом же деле А ведь все это про благодарность Ведь если брать корень, корень благодарности Как важно учить детей с детства благодарности Это основа здоровья Причем не какой-то благодарности А за что же мне поблагодарить? Ты научи благодарить человека Самого себя За то, что ты живешь За то, что ты имеешь Вот научи просто тупо Благодарить ребенка За то, что ты имеешь Ты имеешь родителей Будь благодарен родителям Ты имеешь дом, в котором ты живешь. Будь благодарен себе за то, что ты имеешь дом и дому. Ты имеешь государство, в котором ты живешь. Будь благодарен себе за то, что ты имеешь это государство и тому, кто живет рядом с тобой в этом государстве. И пошел, пошел. И тогда вот эта волна благодарности, она будет искренней. Ты искренности лучше. Она распространяется. Но при этом это не обучение «благодарю, глаза, благодарю, благодарю». Нет, это не пролезть. Нет, это внутренняя благодарность. Это не обязательно со словами. Это так же, как ребенка научить быть благодарным даже бомжу на улице. Когда ты благодаря бомжу, ты можешь увидеть благодаря ему, что я не хочу такой жизни. И это тоже благодарность. Это тоже. Вот она благодарность многогранная, которую на самом деле не надо на слова ложить. Ой, я такой хороший, я всех вас поблагодарю, я всех вас люблю. Нет. Ты обложил себя ложью. Ты внутри. Вот этот стержень благодарности детей, вот именно внутри надо... Внутри надо находить. Да, находить. И это и есть патриотическое воспитание, если брать по сути своей. Потому что когда ты благодарен государству, когда ты благодарен родине, когда ты благодарен родителям, когда ты благодарен всем, и ты благодарен себе, то ты тогда и патриотичен в том моменте здесь и сейчас, но ты при этом свободен в моменте здесь и сейчас, но при этом ты не воюешь здесь, в моменте здесь и сейчас. Потому что благодарность – это равновесное состояние. Это свобода. Это равновесное состояние, которое не предполагает вражды. И не предполагает защиты, и не предполагает нападения. То есть тогда игры в войны сворачиваются автоматически. Но при этом ты остаешься сам собой. И ты при этом остаешься здоровым. И тебе не надо расплачивать. К чистым, да. Не надо расплачиваться от тела. В тебе не болит ничего, да. В тебе ничего не тревожит. Ведь на самом деле, почему уходят какие-то тревожные там внутри? Знаешь, так часто бывает. Ой, что-то меня внутри колбасит там лето. Это все. Это значит, какая-то в тебе программа. Найди ее. Найди вот эти мысли эти свои. Найди разрушительные. Это уже разрушительный. Это вирус. В тебе вирус. Один в один, как по здоровью, точно так же, как по психике. Значит, если тебя колбасит, значит, в твоей психике вирус. Слови его. На чем колбасит? Точно так же, если здоровье начинает шалить, то есть ты начинаешь в температуру, в тебе вирус. Вот оно. Один в один. Найди этого червячка. Найди этот... А это искренность. Это чистота найти будет. Это именно выход будет только искренне сам с собой себя прочувствовать и найти. Только так ты можешь. Ты в захламленном доме найти очень что-то сложно. Спрятанное. А в чистом доме легко найти эту сариночку, если она вдруг появилась. Вот это об этом. Вот это об этом. А мы прячем, 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 вуалируем, чтобы никто не видел. Так, сверху сделаю, 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 сверху приклажу, и никто не видит. Вот они роли, ролевые игры. И тогда поговорим о работе с субличностями. То есть те же самые субличности считаются нормой в психологии. Тебе расскажут о том, что нормально иметь роли. Нормально иметь роль матери, роль отца, роль ребенка, роль взрослого, роль сотрудника, роль начальника. Роль, 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 роль. А что она рождает роль? Ложь. Ложь. В чистом виде рождает ложь. У каждой роли есть уже готовая модель поведения, которая считается нормой. И эта норма, она уже никак мозгом не обрабатывается, что эта норма содержит искажение. А если эта роль, уже значит, искажение есть. И это искажение уже проглатывается в тело нормой. И потом это тело будет болеть. То есть если у тебя в роли является нормой, например, изменить вот роль такого мужа гулящего, гулёный, да, или там успешного бизнесмена, который может себе позволить там казино и тёлок. Ну и ты, соответственно, имеешь уже вместе с этой нормой всё, что для тела надо в виде заболеваний. То, что тебе будет потом причинять боль. Потому что норма – это твоя вторичная выгода, которую ты прикрыл в этой модели поведения. И когда мы говорим «измениться», задача измениться, это будет достать эту норму, вывернуть её наизнанку и увидеть, какое говно ты в себя запихнул. Вот эта норма – это безумие. Возьми отношения. Неважно, мужчина, женщина, 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 мужчина, мужчина. Неважно отношения. Смотри, как рождаются программы. Казалось бы, мы искренне общаемся. Мы искренне общаемся. Но при этом, если вдруг что-то хочется сказать, вот вижу, допустим, я боюсь сказать, я же обижу. Человек обидится. И я скажу мягко. Я обойду. Я обойду. И что мы рождаем таким образом? Вот оно. И в отношениях так с мужем и женой то же самое. Знаешь, так, я не могу сказать прямо то, что начнётся там ругня или начнётся, или я обижу, или, ну, короче, в любом случае будет напряжение. Напряжение. И обходим. И всё. И пошло искажение. И мы не замечаем, как искажение на искажение. И пошло искривление этих зеркала, искривлённые. Трещины, трещины. И таким образом, смотри, таким образом можно только разговаривать прямо, искренне, в моменте здесь и сейчас, как есть. И при этом всегда, смотри, если тебя что-то тревожит в отношениях с человеком, то надо всегда об этом сказать, поговорить. Да. Только тогда ты можешь услышать обратную связь. Сколько раз мы с тобой, кстати, сталкивались с этим, согласись, да? Казалось бы, а потом, когда ты начинаешь слышать обратную связь, оказывается совсем всё. Совсем не так. И всё решается, и сразу штиль. Смотри, это на самом деле такой момент, когда, по сути дела, вот этот момент силовой, когда ты с человеком начинаешь обсуждать то, что тебя напрягает, а ведь это, по сути дела, практика легализации чувств. Ну да. Только она в таком варианте, когда ты говоришь с человеком. И здесь будет очень важный момент перехода, который далеко не все готовы к нему, когда они пытаются. Ну, поговори с ним. Вот тот же совет психолога, поговорите с ним напрямую. Ну, вот он приходит, и я высказала ему всё. И ты решила вопрос? Нет. Конечно, ты высказала себе, а не ему. Да. Просто его уши в это время слышали, то, что ты говорила себе. А его рот говорил себе. И получается, твои уши слышали то, что ты принесла на себя, а надо, чтобы он принял на себя. Да. Полярность другая. То есть твоя информация для тебя, а его информация для него. И вот если вот так зайти, то каждый увидит в зеркале себя, и вдруг какой-то момент... Благодаря другому человеку. Благодаря другому человеку, да. В какой-то момент скажет себе, стоп, так я сейчас, блин, я сейчас такую херню говорю. Причем вот эта реакция будет и у одного, и у второго. Ну, потому что зеркальное отражение. И оба увидят херню. И тогда уже нет смысла держать напряжение. И тогда оно упадет. Но это тогда правильное выполнение практики легализации чувств. Если ты натренировался правильно выполнять практику легализации чувств, то выясняя отношения с человеком, и ты подойдешь из этой практики, ты увидишь, что это совсем не то, как ты привык. Это диаметрально не то. Ты привык выливать говно на человека. А ты хлебни его обратно. Обвинять его во все. Потому что это же ты на себя выливаешь сейчас. Это ты себя обвиняешь. Это ты себя, себя, себя. Развернись. Причем, блин, вот казалось бы, верующие, замечу, самый тот пласт, который больше всего глупости пишет под нашими роликами, и наиболее агрессивный – это верующие. Да, кстати, это так. Такое чувство, что низкоинтеллектуальный. Но он, скорее всего, так и есть. Потому что в их же Библии написано «Увидеть бревно в своем глазу». Ну, блин, ну оно же… Мало того, он описывает «Возлюби ближнего, как самого себя». Как самого себя. Опять-таки петелька. Вот эта петелечка. Она описана везде. Она сказана, упомянута. Всех с детства ей учат. Это не значит, что в «Возлюби ближнего» это «Ой-ой-ой-ой». Польсти ему, да. Вы такие хорошие, да. Поцелуй ему в попку. Нет-нет-нет, ты себе попробуй поцеловать. Получится? Угу. Вот это, конечно, удивительные вещи, когда смотришь все в открытых. Мы ищем тайных знаний где-то. Вот у тебя перед носом все, возьми. Почему не берешь? Потому что вы несоответственность. И потому что роешь лычом, как свинья неблагодарна. Но религия – это отдельная тема. Это же ты сразу Бога лучшую часть себя вынес. И, соответственно, если уже ты полупустой, то следующую часть дьявола ты будешь выносить тоже автоматически. А кто-то до дома. А дома никого нет. И тогда рассчитывать на здравый, разумный подход и на то, что ты действительно увидишь бревно в своем глазу, когда ты вынес и Бога, и дьявола. Подожди. А глаза свои ты тоже вместе с ними вынес? Одному правый глаз, одному левый, да? Смотреть уже нечем. Глаза закрылись. Спим, господа. Что-то сейчас прям пришел образ батарейки с плюсом и минусом. Если ты вынес из себя, ты, ну смотри, если ты вынес из себя и плюс, и минус, да, то ты не в игре. Ты спишь просто. Ты лежишь в игре. Ты просто батарейка. Ты батарейка, которая просто… Которая тупо используется. Да. Для коллективных игр используется теми, кто соображает, как это используется. Да. Что-то прям вот пришел конкретно у нас. И вся твоя жизнь тогда расписана по циклам, что ты должен. Ты должен родиться, ты должен в сад пойти, ты должен школу закончить, институт, жениться, родить, отработать, выйти на пенсию. И вот на этом твоя биография должна закончиться, потому что нехрен тебя содержать на пенсии. И если ты спросишь у людей, кто выходит на пенсию, там, сейчас уже пенсионный возраст растет, и вот человек выходит на пенсию, и у него спросить, а чем ты будешь заниматься дальше в жизни? Все. На этом он начинает. Он начинает жить жизнью детей. Да. И если дети вдруг свалили и не хотят жить с ним, и не хотят его пускать в свою жизнь, то ему надо придумать какое-нибудь заболевание. Да. Онкологию, панкреатит, сахарный диабет, чтобы вы приезжали и за мной ухаживали. А я лягу и буду лежать и срать под себя. И не находить проблему у детей. И лезть туда, корректировать. Ну да, это если дети далеко не уехали. И когда ты потом вот об этом прямо в лоб говоришь человеку, отвечая на вопросы, то человек это слышать не хочет. Не хочет. И что, не хочет вообще? А ведь это очевидно ведь. Мы сейчас хоть одну глупость сказали? Нет. Полностью ничего очевидно. Мы сейчас очевидные вещи говорим. Мы говорим, ромашка – это ромашка. То, как требует наука, замечу. Наушники – это наушники. Книга – книга. Книга – это книга. Никак по-другому. Мы констатируем факты. И если ты хочешь жить на пенсии в здоровье, значит найди свой интерес. И твои дети не являются твоим интересом. И не лезь за забор к соседу. Не лезь за забор к соседу. Живи тем, что ты имеешь. И будь благодарен за то, что ты имеешь. Как только ты перейдешь в разряд вот этот момент, когда ты научишься благодарить и вернешь ответственность за свою жизнь на себя, то жизнь станет другой. Она действительно станет другой. Конечно, конечно. Там надо учить людей. Но, блин, если ты посмотришь на наше общество, вот просто оглянись вокруг. Это 99,9% людей, которые об этом даже не слышали. Батарейки. Батарейки, которые... Батарейкой ее берешь... Вот я хочу в этой игре, чтобы она запустила эту игру. Это эту, да. Вот куда ты ее положишь? Да. Ее ресурс вот здесь, да? Вопрос, каким образом эти батарейки будем перезапускать? Ну, вот варианты чатов, варианты тиктоков. Сейчас тиктоки набирают обороты. Искусственный интеллект, с какой территории запускаешь, там и будешь запускать. Блин. Искусственный интеллект уже двигает это? Двигает, да. И тоже его можно хаять, а можно оценить. Потому что благодаря ему автоматически жизнь продолжаться будет. Ну, и развиваться. И развиваться будет. Но при этом автоматически. И новый контур игры будет создан. И новый сон будет создан. Уже следующий сон во сне, во сне, во сне. Да, на самом деле, что такое автоматизм? Вот автомат, да? Ведь мы приходим к автомату тогда, когда мы это уже настолько изучили, что можем это делать автоматически. Да. То есть, вот она ценность автомата. Когда мы прошли, у нас получились знания, да? И уже мы можем, благодаря тому, что мы это знаем, это уже автоматически работает, мы можем двигаться дальше. А человек что делает? Автомат зависает. Заметь, какой парадокс. Если в материальном мире автомат предусмотрен, то в психике он не предусмотрен. Ты вот попробуй сейчас автоматически повтори и заново напиши вот такую книжку. А нифига. Никогда не будет повторения. Ты даже, прочитав, выучив наизусть главу, пройдет три месяца, и тебе скажи, слышишь, вспомни, что там в этой главе, и ты не напишешь. Потому что здесь отсутствует автоматизм. В психике автоматизм отсутствует. Его заменяет осознанность. И таким образом получается, спящий человек, он скользит по поверхности, потому что у него объективная материальная реальность. В доминанте. Потому что он не осознает, что он полностью из психики ее выстраивает. Потому что для того, чтобы осознавать, это процесс, совсем другой процесс. Это большие объемы психики, большие ресурсы, которые задействованы мозгу, телу и так далее, которые будут в каждый момент здесь и сейчас осознанно создавать реальность и осознанно доставать ту или иную информацию под запрос, твой же запрос. Именно в моменте здесь и сейчас. В моменте, да. И тогда получается, что повторить ничего невозможно. Можно каждый момент создать новое. Да, да. И каждый момент ты имеешь новый. Да, и тогда только автоматизм, он может только быть в материи. Только в материи. Тогда вопрос, что такое аутизм. Ты видишь, мы аутизм с разных граней раскладывали. При этом, да. Это попытка автомата войти в психику. Да. Сжать сознание, чтобы в психике появился автоматизм. За счет сбоя программного обеспечения. Потому что есть структуры, те же самые ум, эго, которые полностью на программном обеспечении работают. И получается вот эти сбои, как раз-то структур ума и эго, соответственно, высшего я, они будут выдавать автоматизм, попытки автоматизма проникнуть в психику. Психика автоматизм не предполагает только в коннекте с материей. Да. Психика предполагает разумность. Да. Разум. Но разум не может быть автоматичен. Опять-таки, создание искусственного интеллекта – это создание еще одного контура, где будет допущен автоматизм. Конечно. И чем больше спит человек, тем более он управляем. И в какой-то момент этот автоматизм уже в психике станет нормой. Но тогда не останется человека разумного. Вопрос – это про развитие или про деградацию? Что мы видим по факту? Мы говорим, что мы в материи видим развитие, а в психике что мы видим? Деградация. Смерть мы видим на самом деле. Да, вот оно. Вот они парадоксы. Парадоксы бытия. И они настолько интересны. Их так интересно раскладывать. Когда ты их видишь, просто кайфуешь. Кайфуешь от жизни. Кажется, такая простая игрушка. Смотри, когда ты их видишь… Посадил дерево, вырастил сына. Шел на кладбище. Совсем простая игрушка. Смотри, когда ты видишь… Каждый раз понимаешь, осознаешь, что психика… Именно мы создаем все из психики. То есть все создается из психики, да? Но при этом без проявления в материи это ничего не проявляется. То есть нет… Только… И тогда получаешь, что ты осознаешь ценность материи. Казалось бы, ценность психики, да? Ведь на самом деле. Ценность психики неимоверная. Но с маленькой дельточкой ценность идет на материю. Без материи ничего не будет проявлено. А смотри, за счет разделения на материю и на психику, за счет вот этой дуальности, если мы… Вот помнишь последнюю лекцию, когда задали очень хороший вопрос, и ты пошла и прочувствовала. Ну, идем, да. Вот четырехмерный вариант восприятия, пятимерный вариант восприятия и так далее. А там полный автоматизм. Автоматизм. То есть выделение в психике не автомата, а именно человека разумного в игру достигнуто отделением материи и выделением в чистом виде психики. Представляешь? Вот оно. Вот этот вот момент создания дуальности. Вот мы имеем нашу психику, наше надсознание, наше подсознание. Вот благодаря этому и игрушка-то и состоялась. А иначе бы игрушки-то не было. Не было бы. Вот и мечтайте о своих мерностях. Потому что тоже слышала разновидность сектанства, когда людям лапшу на уши вешают. Мы станем настолько духовными, что мы попадем в четвертое, пятое, шестое, седьмое измерение. Нет, там, будем ангелами-рхангелами. Попадете, не вопрос. Да, зависит от чего. Это вопросы про зависание. Блин. Если бы человек знал, к чему он начинает стремиться, как к нерванию стремятся и так далее. Если бы ты хоть на минуту изменил восприятие и прожил это из физического тела, эти состояния же можно прожить, пока ты в физическом теле, ты можешь прожить любое восприятие. Любое можно натренировать восприятие. И если ты это проживаешь, то ты потом будешь говорить «Свят, свят, свят, идите вы нахер!» Со своей нирваной, со своими грибами. Вот она, жизнь я здесь живу. У меня есть кайф в моменте. Кайф, да. У меня есть здоровое тело, и у меня есть возможность играть так, как я создаю свою жизнь. Многогранно, как я хочу. В моменте, вот она, точка, прям точка. Я в моменте здесь. Ни где-то в прошлом, ни где-то в будущем, ни где-то там, ни где-то там. Вот я здесь. Ну, опять-таки, вот ты сейчас говоришь «я здесь». Слушай, слушай, это адепт Адвайты. И сразу. Блин. Как и мы об этом. Момент здесь и сейчас. Пойду-ка я поплачу над листочками. Как я чувствую этот листочек. Это она ложь, да? И пошла игра, блин, в автор этих книг про момент здесь сейчас вылетел из головы. И уже играем по его модели. То есть уже все, есть гуру вынесены. И пошла автоматическая игра. Хотя, ты знаешь, когда я в Адвайте услышала, что они начали говорить, что я у всех одно. Уже. Уже я понимаю, блин, ребята, инфодайинг заходит к вам в голову, потому что Адвайты никогда такого не говорила. Адвайты крутила мозг так, чтобы человек в моменте здесь и сейчас не мог ни за что зацепиться, а был подвешен. А когда вы уже говорите про я одно во всех телах, это уже нормальный такой зацеп. Вы уже уходите от этого пространного кролика, подвешенного в пустоте. В пустоте, потому что все равно все из тебя вынесено. Тебя-то дома нет. У тебя все равно все гуру, все... Ах, учителя просветленные. Блин. Человек ищет просветленных учителей. Я смотрю, мне всегда такой ржать берет на эту тему. Вот мне достаточно было побыть на обхове, да, у просветленных учителей. И посмотреть, как общество интеллигентных, обеспеченных, интересующихся разными духовными практиками людей в течение пяти дней может стать быдлом. Ну да. Вот после этого я очень сильно заинтересовалась массовыми психотехниками. Поэтому вот... Ну, не просветленные мы с тобой, Ир. И не будем они никогда. Потому что я не хочу смотреться в зеркало и видеть тупых кроликов с пустыми глазами, с вынесенной ответственностью и с вот этим зависанием о счастье где-то там. Я не хочу смотреться в такое зеркало. Я осознаю, что это не мое зеркало. Это зомби-апокалипсис. Это то, что мы имеем сейчас в религии и во всех духовных течениях, и во всех практиках, и даже в гипнозе. Привет грибам. И их грибницам. И всему остальному. Нет. Есть Бог. Создатель. Правильное название. Бог – это подмена. Создатель. И Он находится в теле человека каждого. И каждый раз, когда человек говорит, я – это я одно у всех. У всех одно. И осознав, что ты отражаешься в каждом человеке, и увидев свое отражение в каждом человеке, только тогда ты можешь проснуться. Иначе ты будешь спать. И играть в тупые игры. Иначе ты, да, именно ты под гипнозом. Ты во снах. Ты во снах. И ты ничего не создаешь. За тебя уже все создано. Потому что есть те, кто тоже не осознает, что они отражаются. Но они знают чуть больше, чем ты. Если ты не осознаешь, что ты снишь сон во сне, во сне, во сне, то они уже осознают, что они сняют сон. А вон то – это еще один сон. И уже вот в том сне можно какие-то вещи пошалить. Хотя бы так. Но ведь можно увидеть все эти сны и осознать, что ты здесь и сейчас. Тогда шахматная партия доступна. Вопрос, во что играть будем, товарищи? И по итогу придем всегда к тому, что так же, как человек, каждый приходит в конце жизни. Встаем перед самим собой. Перед самим собой, да. И по итогу, блин, я такую жизнь профукал. Профукал, да. Такой свой шанс. Детское воспоминание мне было, наверное, около четырех годиков. Это одно из первых моих детских воспоминаний. То есть я поздно помню себя ребенком. И я не ходила в детский сад. Меня мама оставляла одно дома. И у меня стояла шахматная доска. И я играла сама с собой в шахматы. Я с этой стороны заходила, делала шаг. Потом с той стороны заходила, делала шаг. С этой, с той. Игра с самой собой в шахматы. И ты знаешь, вот сейчас, когда я вспоминаю это, это было очень символично. Это одно из первых детских воспоминаний. Там были еще воспоминания такие. Были прикольные. И мама мне звонила. Тогда был городской телефон. И она мне звонила раз в полчаса, в час. И контролировала. Но когда я уходила на улицу, она уже позвонить не могла. Но это был Советский Союз. И было безопасно оставлять ребенка. Одного дома. Одну меня оставляли с восьми утра. Я была до шести вечера одна дома. Четыре года. И пятилетняя гуляла тоже где-то на улице. Потому что мама работала, но при этом приходила сама домой. Ключики имела, да? Да. Мама наготавливала кушать. Ставила на плите. Утром показывала. Вот здесь котлетки, здесь картошечка. Здесь ты сама покушаешь. Хорошо. В обед придет сестра со школы. Она тебя, может быть, покормит. Если не забудет. Сестра приходила. Иногда забывала. Но я полностью самостоятельна. Вот ты рассказала про свое, да? У меня то, что я с детства смотрела на людей, слушала их и видела, чувствовала. Это сейчас я уже понимаю, что сейчас. Я сейчас анализирую, да? О чем это было мне тогда? А тогда я просто... Я просто смотрела на человека. Вот слушала. Я понимала, что что-то он не то говорит. Что он не то говорит, что у него внутри. Представляешь? Вот та же Библия. Я как бабушка читала. Я понимаю. Она наизусть это знала. А я на нее смотрю и понимаю, что она не понимает, что она произносит, что она читает. Я чувствовала, что человек... Это вот тоже сейчас... А тогда я именно не могла для себя понять, что... Почему я... Мне не стыковались картинки. Сейчас я уже понимаю, о чем. Или та же... Или та же медицина. Вот я помню, то было время, очень часто говорили, нервные клетки не восстанавливаются. А я это когда слышала, мне каждый раз внутри звучало, восстанавливаются. Я прям... Мне даже хочется сказать... Я вот так смотрела в глаза маме и искала ответ. Ну, скажи, что ты обманываешь, ну, то есть шутишь, когда говоришь, что они не восстанавливаются. Я потому что знала, внутри восстанавливаются. Понимаешь? И вот такие вот моменты. Интересно вот этот. То есть осознание... Ребенок, то есть ловил искажение, ложь. Но так как ребенок еще не понимала, в чем это? А по сути, свои дети что делают? Они просто доверяют родителям, доверяют взрослым и таким образом перестают чувствовать себя, закрывают вот это чувство, когда ты... Ребенок, то есть чувствует ложь, да? А закрывают вот это чувство и начинают сами искажать, и начинает искаженная игра. Смотри, как в зеркале получается. Вот есть человек, которому ты доверяешь, или там вынесенный Бог, которому ты доверяешь, которому ты веришь. Вера. И по вере ваша еда будет вам, да? Вот сколько ты веры из себя вынес, столько ты дал кусок из себя. Столько ты ответственности вынес из себя. С одной стороны. А с другой стороны, ты же вынес сейчас из своего сознания. Да, конечно. Поговорим о сознании болезни. Да, да. Сознание болезни – это тема отдельного подкаста. И это большая тема. Сейчас мы ее только зацепили. Но вот так. Вот, вот оно очень просто. Ты вынес ответственность, ты вынес кусок сознания. Привет, болезнь. А ну-то возвращаться уже будет через боль. Другого пути нету, потому что по-другому ты не поймешь. И ты не захочешь его забрать обратно по-другому. Ну, значит, тебя надо заставить подумать. Ну, самый простой вариант – это вот полежи с температуркой, подумай, да. Недельки хватит на то, чтобы до тебя дошло, где ты не взял ответственность за свою жизнь на себя. Где это искажение твое, да. А мы в это время куда бежим? К врачам, врач, помоги. И еще больше добавляем. Выносим ответственность. Я тоже сейчас себя на этом словил. И слова тогда. По вере вашей вам и будет. Да. О чем это? И ты играешь в игру врача. И ты получишь, да. Ты играешь, ты уже вынесев ответственность, ты уже в чужой игре. Все. Да, да. Ты не в своей игре. Ты не в своей игре. Ты уже в искажении. Ну, тут же, а как же, есть же законы, есть же правила и так далее. Все, что касается закон и правил, давайте поговорим о нормах. То есть о вторичных выгодах. Давайте посмотрим на это с точки зрения вторичных выгодов. И тогда картинка будет совсем другая. Это примерно то же самое, как если прочитать Библию с позиции «я Бог». Да? И совсем другая картинка. И совсем другая Библия будет. Ты читаешь по-другому, совсем все видишь по-другому. Да? Чуть-чуть поиграть восприятием, и уже мир играет другими красками. Но при этом как ловко, да? Нет, нельзя на себя примерять одеяло в Бога, да? То есть становиться Богом. Не смотри туда! Да? Не смотри! И человек послушно, да? Ой, страшно, страшно, нет. А ты только попробуй примерить на себя, да? Бога. Стань Богом. И прочти Библию. У тебя откроется вообще глубина невероятная. Да? То же самое Коран. Прочтите с позиции, что вы Аллах. Весело будет. На самом деле открывается другой мир. И исчезают наставники, гуру, посредники и так далее. Остаетесь только вы пред самим собой. Готовы взять ответственность или не готовы? Спасибо. Спасибо. Спасибо.